Здравствуйте, товарищи! Я Гор Паломошинов. И сегодня я вам расскажу о самых актуальных новостях за прошедшую неделю. На этих выходных Камни-Наби прошел митинг, посвященный состоянию дел в районе. Повесткой митинга стали проблемы ЖКХ, состояние дорог и результаты работы администрации Каменского района. Организатор митинга, депутат Каменского совета Сергей Сергенков заявил, что краевое правительство и губернатор должны обратить внимание на ситуацию в районе и принять срочные меры. Напомню, о результатах работы районной администрации Иван Панченко докладывал на сентябрьской сессии ОКЗС. Тогда депутаты-коммунисты припомнили ему и уголовное дело по ситуации в МУП Каменской теплосети, и плохую подготовку к отопительному сезону, разбитые дороги и буксующую газификацию. 15 декабря Центробанк повысил ключевую ставку с 15 до 16%. Это стало пятым раундом повышения ставки за этот год. С июня ключевая ставка выросла более чем два раза – 7,5 до 16%. Очередное ужесточение монетарной политики не стало сюрпризом для рынка и совпало с прогнозами экспертов и аналитиков. Почему так произошло? Главным фактором для нового повышения ставки, по мнению экспертов, стал высокий уровень инфляции. Годовая инфляция на 11 декабря составила 7,47% по данным Министерства эконом-развития. 14 декабря Владимир Путин в ходе прямой линии допустил возможность ускорения инфляции до 8% к отцу этого года. Люди фиксируют рост цен на жизненно необходимые продукты и в последнее время сильнее всего выросли цены на куриные яйца. Алтайский край стал одним из лидеров Сибири по подорожанию куриных яиц. По данным Центробанка цены на яйца выросли за год на 57%, в то время как в Сибири рост составил порядка 50%, а по цене в целом меньше 40%. Кроме яиц дорожают овощи, мясо, мука и сахар. Причин несколько. Во-первых, из-за слабого рубля дорожают импортные компоненты для кормов и оборудования. Курс доллара за год вырос на четверть. Стал дороже бензин, и это также сказалось на стоимости продуктов. Ситуация привела к тому, что яйца сейчас приходится закупать из Казахстана, Азербайджана, Турции и Ирана. По мнению главы Комитета Госдумы по промышленности и торговле Единоросса Владимира Гутинева, причина яичного кризиса в том, что люди стали слишком много есть. По его словам, россияне увеличили потребление мясных продуктов, куриного мяса и яиц. При этом Росстат сообщает, что за январь-ноябрь выпуск яиц вырос всего на 2%. Через полгода, 1 июля 2024 года, по всей стране пройдет индексация тарифов на ЖКХ. Губернатор Виктор Томенко своим указом установил максимальную планку роста коммунальных тарифов в Алтайском крае 14,2%. Напомню, что последнее повышение тарифов сразу на 11%. Прошло 1 декабря 2022 года, но на местах платежки дорожали на 20, 30, 40%. КПРФ тогда провела массовые митинги протеста против роста цен в ряде городов края. Собирала платежки, благодаря чему прокуратура и ФАС смогли вернуть жителям края более 7 миллионов рублей переплаты. В Барнауле может снова вырасти цена на проезд в общественном транспорте. Частные перевозчики, контролирующие автобусные маршруты города, потребовали от властей повысить тариф на проезд. Они заявляют, что за год дизель, шины и запчасти для машин подорожали почти на треть. Перевозчики, тарифы для которых устанавливает мэрия, теперь будут ждать решения комитета по ценообразованию. А владельцы маршрутов с нерегулируемыми тарифами берут инициативу на себя. К примеру, с 1 января цена проезда в 41 маршрутке вырастет на 5 рублей и составит 35 рублей. Последний раз цены на проезд в Барнуле подняли в декабре 2022 года. Сразу после убора в Городскую думу цены выросли на 2 рубля до 30 рублей. Единороссы, тогда удержавшие контроль над Гурдумой, обещали, цитата, установку неизменного тарифа на проезд на несколько лет вперед. Но в итоге депутаты-динороссы протащили закон о возможности заключать договоры с перевозчиками на несколько лет вперед. И теперь у них можно сразу закладывать рост цен на проезд. Тогда перевозчики и власти обещали, что рост цен на проезд поможет справиться с забитыми маршрутками, обновить автобусный парк и соблюдать график работы маршрутов. Но за год, скажу по личному опыту, в наших маршрутках ни чище, ни удобнее не стало. Население Алтайского края продолжает сокращаться. По данным Росстата, на 1 января 2023 года в крае жило 2 миллиона 130 тысяч человек. Годом ранее численность была на 4 тысячи больше. Смертность края последние годы становится все ниже, в том числе благодаря оступлению пандемии коронавируса. Но и рождаемость падает. Региону не удается выполнить план демографического развития до 2025 года, по которому необходимо было просто удержать показатели рождаемости 2021 года. Правительство пытается разными способами решить проблему низкой рождаемости. Например, в больницах Алтайского края появляются кабинеты до абортного консультирования. Сейчас работают 59. В них врачи стремятся, цитата, «повысить уровень родительской компетенции и сформировать позитивное отношение к многодетности». Правда, счастья матери после рождения детей никто гарантировать не может. Президент Владимир Путин подписал ряд поручений к Министерству обороны. Он поручил досрочно, на год раньше, полностью перейти на электронный учет призывников. Под новым правилом пройдет осенний призыв 2024 года. Хотя раньше Минцифры сообщало, что отвык с флотацией единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года. Также до 15 января необходимо ввести направление повесток в электронной форме. Возможности вносить и снимать с учета без явки призывника. К этому сроку необходимо ввести автоматическое подтверждение отсрочки и обмен информацией с работодателями. К новостям у соседей. Госсобрание Республики Алтай приняло закон о уменьшивлении бродячих собак. Животных будут передавать в специальные пункты и через 11 дней будут решать, убить или оставить. Закон связан с жалобами жителей на нападение бродячих собак, но противоречит федеральному закону. В России пройдут президентские выборы. Дата выборов назначена на 17 марта. Они будут проходить три дня, с 15 по 18 число. Центральная избирательная комиссия планирует обеспечить проведение выборов и на новых территориях, в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Дистанционное электронное голосование будет применяться в 29 регионах, где живут 38 миллионов избирателей. Эксперты отмечают, что электронка будет запущена в основном в протестных регионах, в том числе в Алтайском крае. Кстати, губернаторские выборы в нашем регионе также проходили три дня и с использованием ДЭГа. А результат вы, наверное, помните. Совершенно фантастические 76% задействующего губернатора. КПРФ будет участвовать в президентских выборах. По этому поводу партия провела в Москве пленум Центрального комитета и съезд, который выдвинул кандидата на президентские выборы. За победу на выборах будет бороться Николай Харитонов, депутат Госдумы, кандидат экономических наук, герой труда и заслуженный работник сельского хозяйства, полковник ФСБ в запасе. Известно, что кроме кандидата от КПРФ, в президентских выборах принят участие лидер ЛДПР Леонид Суцкий. Но основной кандидат – действующий президент Владимир Путин, который пошел уже на пятый срок. В очередной раз он идет на выборы в качестве самовыдвиженца, но фактически представляет Единую Россию. Его поддержала и справедливая Россия за правду. Для того, чтобы попасть в бюллетень, самовыдвиженцу Путину нужно собрать 300 тысяч подписей. И уже появляется сообщение о том, что власти отчаянно ищут сборщиков подписей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Игорь Палмошнов. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok